Девушки отдыхают В общем, это Лейнор, и мы продолжаем. Остановились мы на том, что преследовали подозреваемого. Ну, вернее, он не подозреваемый, он уже преступник, поэтому мы его, собственно, и преследуем. Я уж думал, что меня сейчас как терминатор раздавит этим экскаватором. Ну, вот и наш напарник. Странно то, что наш хорошо обученный, физически подготовленный полицейский не может догнать этого упырёныша, который вроде бы не сильно-то физически подготовлен. Вендел, его зовут Вендел. Ах ты, сука. Ци, чтобы лезть вверх или вниз. Используйте ци. Энергию ци. И это вовти поиграть должен. В тюрьму я не пойду. Тебе, что, пробел надо нажать, нет? Он сам прыгнул. Он сказал, вы мудаки, что-то там. А наши даже титры не удосужились сделать. Тебе некуда идти? Ну, видать, не так уж и хорошо физически подготовлен. Так, опять этот драко... Драко. ППС, благо. Всё, улёгся. Полицейский, который занимается достройством освободившегося, так по тебе скучает. Через лет десять ты его утешишь. Осторожно, не стукнись к головке. Уже завтра вечером этот кретин будет за решёткой. Отлично, Коул. Ты в школе лёгкой атлетикой, что ли, занимался? Наш герой даже не пошутил как-то на эту тему. О, флэшбэк. Акцент корпуса морской прихот в США должен иметь принимать трудные решения. Правильное решение не всегда найдёт поддержку солдат. Правильное решение может стоить вашим подчинённым жизни. То, насколько честно и непредвзято вы можете оценить способности ваших товарищей, напрямую влияет на ваши шансы стать офицером морской пехоты. Кандидат Фелпс, вам слово. Командный дух. Мерил Франклин, Вайс, Доно Хоу, Хадсон, Келсо, 2. Лидерство. 8, 7. Ну, короче, оценки он ставит по какой-то причине. Келсо, 1. Кандидат Келсо. Извините, капитан, но я уступил в морскую прихоту, чтобы воевать с японцами, а не притворяться школьникам. Келсо живо в мой кабинет. In my office now. То есть наш герой ещё и подставлял. Он, видать, типа, этот, как их называют-то? Ну, короче, как в универе староста группы, и он такой, его, короче, все не любят, наверное. Потому что он оценки сам ставит. Покупатель, будь осторожен. У каждого копа бывает особое дело, которое даёт возможность блеснуть стать звездой своего отдела. Ты раскрываешь преступление, что-то там, как ты отличаешь от остальных патрульных. Может быть, это дело как раз из таких. Услышали, короче, выстрелы. Кого-то убили. Это дядя Питера Паркера? Мы взяли скорую и полицию, но, боюсь, он уже умер. Его проходите мимо, либо отойдите назад. Выбирайте только быстро. Значит, первым на место преступления прибыл ты. Сейчас мы всё оцепим и разгоним толпу. А ты быстренько всё осмотри, пока не прибыли эти уроды из отдела убийств. Скоро вернусь. Так, обыскать место преступления. Ну, я бы сначала труп хотел осмотреть. Средь белого дня на оживлённой улице. Вот теперь я видел всё. Так, осмотрите голову и руки жертвы. Ну, окей, голова. Ну, отличная голова. Ну, не просто ж так мне сказали осмотреть голову. Похоже, просто так. В ушах чисто. Руки. Ну, чё-то у меня не выходит. Ладно, правая рука. Не-не-не, правая рука. Правая рука. Не-не-не, не то. Наверное, из-за того, что я так долго телюсь, я сейчас что-нибудь упущу и... Да почему не сказали обыскать? Это типа наёб такое, меня типа наебать решили? Лучше уж посмотрим, там, бумажник у него, может, документы какие-нибудь найдём. Пролистает документ. Банк Аркадий, Уэллстейк, 3-я улица, Галлета, Андрес, Сауд, Бродвей, товар с серьги с жемчугом. Цена 52-50 доллара, налог всего 50 долларов. Производственные выплаты. Дата, номер квитанции, сумма, баланс получатель. Квитанция, товар 0-1, чё-то там, 786. Будет выставлено на продажу, если не обговорено иное. Новая улика, квитанция на товар. Сергей с жемчугом, получатель, банк Аркадий. Так, и вернул. Так, ладно, тут у нас чё? Тут ничего. Получается, всё, осмотрели. Может, штаны можно? Корма? Нет. Так. Окей. Обувной магазин. Улики дают доступ к новым версиям и аргументам для допросов. Но это обувной магазин, я не думаю, что мне нужны здесь. Я мусорку хочу осмотреть. Друг пистолет туда кинули. Мусорка? В натуре. Ни хрена себе. Что взаимодействовать? Смотрите, когда заметьте приближение камеры. Удерживайте, чтобы камера сфокусировалась на дальней точке. Браунинг, серийный номер 01138. Возможно, придётся проверять в магазине оружия. Оружейный магазин Иглсона в паре. Чего-то там. Так, значит... Ни хрена себе, я прям такой этот. И сразу так чик-чик-чик. Всё, вышло. Тут у нас что? Чё это такое? Я патрульник, что вы видели? Я услышал выстрелы, решил у кого-то выходная труба лопнула. Потом видел, как в обувной магазин вбежала девушка. Так. Девушку я? Да, девушку я смотрю. Ага, вон девушка. Значит, ты... Могу помочь, сэр? Я патрульник Фелпс, расследую это случайное стрельбовое. Вы знали убитого? Случай со стрельбой. Ну и страшные живы. Мой босс. Мистер Гейдж. Эверет Гейдж. Ты кто? Галета? Это какое-то кулинарное, по-моему, чё-то. Галета. Показания свидетелей. Ну, окей. Продавщица в обувном магазине, свидетель убийства. Тёмно, карие глаза, 27 лет. Врёт ей больше, судя по лицу. Вечно они свой внешний вид. Что именно здесь произошло? В обеденный перерыв я люблю ходить по магазинам. Ты же работаешь в магазине, тебя не тошнит от них? Когда я находилась в одном из них, ко мне подбежал мистер Гейдж, начал кричать, что я слишком долго обедаю. И? И я убил его. Мы зашли в магазин. Я была очень зла на него. В помещение я вошла первой. Услышала выстрел, повернулась и увидела, что мистер Гейдж упал. Если вам кажется, что свидетель лжёт, вы можете это доказать. Выберите ложь, чтобы обвинить свидетеля во лжи. Вы должны предъявить доказательства. Нажмите 3, чтобы обвинить свидетеля во лжи. Истина, сомнения, ложь, открыть блокнот. Но она не смотрит мне в глаза, она... После неё постоянно зрачки херачатся и... Ну, короче, ложь. Вы лжёте, мисс Галетта. Вам известно, что здесь произошло. И сейчас вы мне об этом расскажете. Мне ничего не... Мне нечем рассказывать. Я ни в чём не виноват. Как вы можете доказать, что это не так? Перестрелка, квитанция на товар. Пистолет. Выберите в качестве доказательства квитанцию на товар. Расскажите мне, наконец, что именно произошло в ювелирном магазине. О, Боже! У меня же не отнимут серёжки, правда? Дурёха, если ты не прекратишь торможить расследование убийства, у тебя отнимут свободу. Мистер Коул, Эдгард Коул, заведует ювелирным магазином. Кэллоу. Однажды он показывал мне очень красивые часики. И вдруг в магазин ворвался мистер Гейдж. Мистер Кэллоу очень рассертился, и они стали кричать друг на друга. Мистер Гейдж сказал мне, что все товары в этом магазине хлам. Дешёвка, сделанная в Японии, и приказал мне вернуться на рабочее место. А что произошло потом? Мы вернулись сюда, и я услышал громкий хлопок. Мистер Гейдж ухватился за спину, потом раздался ещё один хлопок, и ещё, и ещё. Мистер Гейдж упал на колени. Кажется, ему было очень больно. Возможно, подозреваемый в убийстве. Ну, это вряд ли она, конечно. Подробности убийства. Сколько выстрелов вы слышали, мистер Галетто? Трудно вспомнить, их было так много, и они были такими оглушительными. Если вам кажется, что свидетель говорит правду, выберите истину. Окей, истинно. Я нажал. Истинно. Пожалуйста, вспомните, мистер Галетто. Даже малейшие подробности могут оказаться крайне важными. Ну, сначала был один хлопок, потом другой, затем сразу ещё три. Всего пять. Так, возможно, подозреваемый. Какой ювелирный магазин? Это на Бродвей между пятой и шестой. Хартфилдс. Ты видела человека, который застрелил мистера Гейджа? Конечно, мистер Кэллоу был вне себя от ярости. Он всё стрелял и стрелял. А, а потом бросил пистолет в мусорный бак и пошёл прочь. То есть мы уже знаем убийцу. Ну, вроде... Ну, окей, сомнения, хотя, по-моему, всё логично. И разве что она пиздит про то, что именно этот мужик... Вы дорож на меня злите. Почему мистер Кэллоу застрелил мистера Гейджа? Мистер Гейдж ненавидит евреев. Многие не любят. Я же не виновата, что у него много дорогих вещей. Религиозный мотив? Какой же это религиозный мотив? Можете забрать мои... Нет, ничего. Я готова подписать показания. Рад за тебя. Можно у вас туфельки какие-нибудь пиздить? Какой у вас трёмный обувной магазин? А где вся обувь-то? То есть, примерочная занимает всю комнату. Опаньки, туфли. Ну, их можно осмотреть. Обычный хлам? Ты так думаешь? А по-моему, отличные туфли. Носок, конечно, не очень, но... Ну ладно. Она сидела здесь. Может, она чё-то... Чё-то нехорошее. Чё-то... Чё-то сделала. Да куда же ты идёшь? Главный герой. Ты меня расстраиваешь. О, как-то реагирует странно в помещении. На управление. Ладно. Так, тихо-тихо. Чё у нас тут? Колокольчики звенят. Лупа горит. Ну, взаимодействовать. Я хочу открыть её. Не все объекты имеют отношение к расследованию. Но это какая-то книга. Возможно, записи. Возможно, что-то полезное. Нет. Ладно. Они меня просто короче на её будут со своими этими. У нас есть орудия убийства. У нас есть убийца. Девушка всё видела. Наши убийца работают в ювелирном магазине. Это в паре кварталов. Мы с тобой что-то там подумали. Отспи место преступления. Осмотреть ювелирный магазин. Окей. Так. Ювелирный магазин. Выбрать место. И чё, он точно мне и воблит показал, а не как в страз. Ювелирный магазин. Значит, чё, нам нужно развернуться на 180 и просто ехать до Бродвее. Да что ж ты. Насрать на вас, Яков. Мне можно всё. Что? Что, блядь, простите. Вы заехали на место преступления? Что? Какой ещё я заехал на место преступления? Так, ну, окей. Окей. В смысле? В смысле, я херово вожу, они мне, типа, сказали. Ну, ладно. Я тогда буду врезаться в людей, но не буду заезжать на место преступления. Так, лучше? Блядь, я заехал на место преступления. Просто жесть. Ну, ты бежишь, ты ублюдок. А, что за лайки? Ну, вот вообще на дороге это не круто, когда лагает. Бродвей. Мне показалось, что я услышал выстрелы. Может, от машины врезались? Ладно, не имеет отношения к делу, так что особо пофигу. Значит, вот у нас тут Бродвей-шоу сейчас будет. Ювелирный магазин Хартфилдс. Два часа дня. Пуш за темпу. Допросить Эдгара Кэллоу. Часы купить не желаю. Ожаренных гвоздей не желаешь? Нет, мистер Кэллоу в задней комнате. Он сказал, что ему нужно прилечь. Сейчас я его вызову. Э, не-не-не-не-не-не. Я сам бы хотел его вызвать. А, то есть, это и был офицер. Он наебал меня, типа, да? Кэллоу, вернись сюда! Так, значит, очередные догонялки. Ну, он убил человека. Может, ему... Сейчас его собьет автобус? Нет? Нет. Жаль, было бы забавно. Удерживайте, используйте для присяг... А, то есть, в ногу ему ебнуть. Да, как? Это... Я должен был просто стрельнуть. Ну, я забыл то, что сначала предупредительный выстрел, потом уже можно только стрелять по... Ладно. Ладно. Так, можно пропускать диалоги? Нет. Ладно. Ну, я тогда прямо у него в магазине постреляю. Сон-то б***ь! Го, Коу, го! Го, го, офисер! Он не может быть! Чё ты попиздинит? А, б***ь, ещё нельзя. Халлоу! Го, вернись сюда! Прицелитесь в убегающего. Ну... Ну, я могу прицелиться в него, но... Толк-то от этого. А, это всё срежиссировано. Толку в него прицеливаться, если он даже не видит прицела? Или может это вот так вот делается? А, вот оно как. То есть мой тот выстрел не сработал. Надо обязательно в воздух стрельнуть. А не чтобы у него перед ебалом пролетела пуля. Эдгар Калу! Поваристованы за убийство. Такая морда радостная. Бывает, дело, карьеры, венец. Бывает, что-то там. Дело, которое тебе так не удается раскрыть, которое... Оно грызёт тебя изнутри и рушит твой брак. Из-за него ты напиваешься в баре и думаешь о непроверенных зацепках... И упущенных возможностях. Это дело, о котором другие копы шепчутся, когда ты проходишь мимо. Дело, о котором ты никогда не говоришь. От кары божьей не уйдёшь? Я слышал, что ты поймал злоумышленника со вчерашней перестрелки. Да, сэр. Ну, сынок, ты, говорят, человек инициативный, а значит, далеко пойдёшь. А тебе не хотелось бы обрушить наглого этого злодея, карающий меч правосудия? Сэр, вы просите меня допросить подозреваемого? Именно так, юный Фелпс. Ты прибыл сюда совсем недавно, но уже заработал отличную репутацию. Не говоря уже о том, что на войне ты отправил в ад кучу безбожников. Но я хочу узнать вот что. Можешь ли ты применить свои таланты в ходе допроса? Нам нужно особый качество. Ты готов заняться такой работой? Да, сэр. Думаю, что готов. Молодчина. Сынок, обвинительный приговор складывается из множества факторов. Тебе нужен мотив, возможность, веские доказательства и, что ещё лучше, признание. Если следствие не задалось, можно чуть-чуть исправить дело в ходе допроса, слегка надавив. Ну, как ты себя чувствуешь, сынок? Прекрасно, сэр. Улик более чем достаточно. Будь он трижды проклят и четырежды повешен. Принеси мне признание, юный Фелпс. Это твой шанс, не подведи меня. Ну что ж, попробуем не подвести этого человека, которого мы видим первый раз в жизни. Охренеть, ему ещё и покурить, и чашку чая дали. Я хочу поговорить с адвокатом. Мистер Кэллоу, адвокат вам не поможет. Вы хладнокровно застрелили человека, и вам придётся за это ответить. Спор. Вы пошли за Эверетом Гейджем и девушкой в обувной магазин, а затем пять раз выстрелили в спину Гейджа. Гейдж, подонок! Он получил по заслугам, но к его смерти я отношения не имею. Своевременное использование баллов в интуиции поможет во время беседы со свидетелями подозреваемым. Использовать интуицию ше. Что, блядь, такое ше? Наверное, ай английское в смысле. Ай, интуиция. Да я и так знаю, что он врётся. Зачем сейчас использовать интуицию? Галь, что застрелили вы. Кроме того, улики связывают вас с местным преступлением. Вы ничего не докажете. Так, квитанция на товар. Подозреваемый опознан. Мы знаем о вашей ссоре с Гейджем. Мисс Галета дала показания рассчитывать на девчонку, думаешь, что поверят её показаниям? Эдгар, тебя отправят в газовую камеру. Этот чёртов антисемит нежеланно ставить меня в покое. Девушка уже была готова купить товар. Он сорвал мне сделку. Религиозный мотив. Давайте сменим тему, мистер Кэллоу. Вы поститесь во время Йом какой-то там? Ага, чёртов. Гой давал что-то там, блядь. То есть вы действительно еврей. Это не нацистская Германия. Здесь быть евреем не преступление. Некоторые люди вас не любят, евреев. Ага, и ты один из них. Гейдж ненавидел евреев, так? Не понимаю, о чём ты говоришь. Можно снова на ложь надавить. Не понимаю, о чём ты говоришь. И мы такие, типа, ты лжёшь. Ты знаешь то, что он ненавидел евреев? Ты лжёшь, Кэллоу. Мне кажется, что ты отдал шнур деньги, а он их не вернул. Не понимаю, о чём ты. Так, ясно. Мы не угадали, короче. Так. Религиозный мотив. Возможно, мотив антисемизм. Пистолет Браунинг. Серийный номер. Всё, с меня хватит. Не желаю слушать эту болтовню. Приведите моего адвоката. Кажется, я провалился. Если вы предъявите обвинение, я снова с наложили на доказательство. Короче, я облажался. Ты меня разочаровал. Возвращайся и поработай как следует. Я хочу видеть признание. Ну, то есть пистолет-то мы не определили то, что он с ним связан. Это да. Адвокат уже прибыл, я хочу с ним поговорить. Адвокат вам не поможет. А, то есть заново. Так, ну давайте спор с Гейджем. Вы зашли с Ки... Выстрелили в спину Гейджу. Ну, короче, это всё заново, да. Понятно. Так, здесь я угадывал, да? Ну, я понял всё это. Не надо. Тут ложь. Так. Подозреваемый опознан. Узнаем о вашем ссоре с Гейджем. Мисс Галета дала показания. Зачем я читаю вам всё это заново? Вы думаете, что я слышал тесты, что он будет стоять в суде? Вы идёте в гас-чембер, Эдгар. Тот жюй-худрый не мог бы оставить меня alone. Я ухудшил. Тот девчон был готов, чтобы купить. Так, религиозный мотив. Развиваем. Вы споряете для Ям Капура, мистер Калу? Да, давайте поменим этот вопрос. Ты идёшь, мать-худрый! Какого-то бейсбол? Ты не всталиваешь, что ты жюй, мистер Калу? Это Америка, это не Германия. Это не граница. Некоторые люди не любят жюй, мистер Калу. Да, и я думаю, что ты один из них. Гейдж любил жюй, не ли, мистер Калу? Я не знаю, что ты говоришь. Ну, давайте. Интуиция. Выберите убрать ответ, чтобы уменьшить количество ответов в разговоре со свидетелем. Современно используя баллов из интуиции, 99,5% игроков выбрали правильный ответ после того, как они воспользовались интуицией. Чтобы узнать больше о сообществе и получить доступ. Так. Спросите у сообщества. Ну, то есть, да, играт лицензионные, так что это можно, по идее, все это сделать. Так. Спросите у сообщества. У меня всего один балл интуиции, у него впадло на первое же дело. Тратить. Пять скрытых. Машин. Что? Пять скрытых машин? Я требую... Давайте звонить ему. Ну, окей, убрать ответ. Как, как, как? Окей. То есть, ложь нельзя. Сомнение. Правильно. Ах, ты паразит. Большевистских прихвостней. Думаешь, я буду что-то там? Как ты меня назвал? Как ты смеешь ко мне так обращаться? Проклятый Гой. Почему вы застрелили его, мистер Калу? Гейдж заседает в торговой палате. Он заодно с этим ублюдком. Он препятствовал каждому мной что-то там еврейское засилье. Он сколько лет пытался меня разорить. Эдгар Калу. Вы арестованы по обвинению в убийстве Эверита Гейджа. Я уважаю ваши взгляды и ваши права их придерживаться. Ради вашего же блага надеюсь, что присяжные сочтут, что убийство не было перед намеренным. Да помилует вас Господь, сэр. Ну, вряд ли он в убийцу в ад вообще-то отправляет. Так что не помилует. А, хотя у них еврейский бог. Иисус тоже был евреем. Он тоже еврейский бог. Прекрасная работа, Фелпс. Ты же просто потрудный, да, сынок? Подумай, что ты всего лишь две попытки потратил. Вернулся на Делориан на 10 минут в прошлое. Департаменту нужны герои. Юные, честные лица, вызывающие восхитительные... Что там, результаты? Такому стремлению защищать законы правосудия можно только позавидовать. Ну что ж, сынок, продолжай нести службу, но я дам тебе один совет. Купи два костюма и погладь их. Они тебе понадобятся. Почему два? Один, чтобы путешествовать в прошлое, а другой в будущее? Коричневый и синий. Нет? Нет? Нет, так нет. Ну что ж, очередной флешбек, я подозреваю. А, нет. Полиция Лос-Анджелес. Отчет о годности к службе в полиции. Характеристики полицейского. Способный следователь. Владеет оружием. Отличная физическая подготовка. Владеет методами допроса. Заключение, полиция Лос-Анджелеса. Кодин. Служба в патруле завершена. Вы заслужили повышение. Готовьтесь к переводу в другой отдел. Ну что ж, это все, конечно, замечательно. Но все это мы увидим в следующем летсплее. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. И ждите продолжения. С вами был Сэт. Субтитры сделал DimaTorzok.